Ну, я представлюсь, меня зовут Павлов Юрий Евгеньевич, у нас здесь такой небольшой семинар по поводу выхода новой версии Королла 2019, она была презентована, ну, 13 марта, насколько я помню, то есть прошло полмесяца, и тут мы тоже решили показать его нашим слушателям. Вот, теперь, ну, Королла у нас достаточно древний продукт, мы, в принципе, очень давно с этого, я начал преподавание в центре, и мы с Королла много лет назад, вот, поэтому это моя, так сказать, любимая программа, одна из, так сказать, любимых программ, которую я тоже вообще использую. И по поводу, вы спрашивали оценочной версии, да, я специально на этот компьютер поставил триаловерсию месячную, то есть там месяц она дается вам на пробу, вот, но то, что вот мы сейчас с вами здесь собрались, мы смотрим с вами вот эту новую версию, вы видите, что полноценная оценочная версия, это большой-большой плюс, на самом деле, вот, что еще тут хорошего. Вот, ну, тут я использую Короллскую презентацию, которую они сами дали, капельку я совсем подправил, вот, у Королла, видите, еще есть куча программ, что-нибудь из этого вам знакомо, из этих программ, из этого набора? Да. Так. То есть вы хотите сказать, Винзип вам не знакома? Да, да. Вот, а может быть, кто слышал такую программу, Майнд Менеджер? Кто знакомый? Майнд Менеджер, это, знаете, ментальные карты, это, знаете, карты, составляет вот такого плана, типа я, вот, знаете, вот отсюда мы вот сюда, вот, потом отсюда сюда, потом отсюда сюда, ну, такая информационная система, там, знаете, алгоритмы можно вот так вот расписывать с помощью Майнд Карты. Вот, довольно много программ, в принципе, но Майнд Менеджер одна из таких вот очень хороших программ, вот, считается. Вот, так что у них набор достаточно большой, но вопрос по поводу графики, тут у Корла, ну, знаете, тут, поскольку история, история Корла достаточно древней, знаете, сколько лет его исполнилось? 30 лет Корл Дройт. Ну, 50 лет назад, это вопрос компьютеров персональных, был, так сказать, сами, понимаете, 50 лет назад, да? Их, в общем-то, было не очень много, вот, и 30 лет, в принципе, видите, они вот так вот отметили, они такие хорошие, все гибкие, ну, там, вызовы всякие, там, вот. Ну, вы знаете, по поводу программ, которые входят в состав, он уже довольно долго не меняется, вот, в принципе, что туда входит, Корл Дройт, это векторный редактор, каналок, иллюстраторы, еще куча программ, а Фотопейнт, это растровый, что у нас с растровый от Adobe, кто-то помнит? Фотошоп, вот, прекрасно. Но, вы знаете, Фотопейнт, это, в общем-то, конечно, те, кто с Фотопейнтом работали, но с Фотопейнтом не всегда охотно работают, но если Фотопейнтом нет, то на Фотопейнте растровую задачу решать вполне можно, вот. Но это мы на наших занятиях не проходим, у нас Корл Дройт, основной пакет в работе. Да, вы знаете, здесь, на самом деле, они, конечно, стараются сделать так, чтобы можно было без проблем работать, в общем-то, и у конкурентов, так сказать, файлы забирают без проблем, так что они молодцы в этом отношении. Вот, но вот у Корл Дройт сейчас повышенный уровень контроля, там, это самые, точности и так далее, вот такие красивые картинки тут идет, вот, но здесь вот такой интересный момент, как вам такое известие? Да, нет, раньше его не было для Мака, последняя версия для Мака была 11-й до 2001-й год, когда она была последняя версия, вот, и все, в общем-то, решили, что для этого, на этом Маковская линия будет завершена. Но вот 19-й версия совершенно, честно скажу, уже неожиданно для всех, для меня, там, для нашего общества, там, на Facebook тоже Корл выпустил версию для Мака, вот, так что они уснули, описали эту версию, то есть она не просто там с винт, суппортирована, заново написанная вообще, так что посмотрим, как чего, вот, вот, но тут, чуть-чуть забегая вперед, конечно, тут не то, что первые блинкомы, но, в общем, как-то на Маке пока не все, можно, что можно для версии Windows, вот, и поэтому, знаете, как на Маке Корл использовали, народ, очень просто, они ставят туда виртуальную среду параллел, слышали такую штуковину, может быть, кто-нибудь с Маком работал, и со виртуальной системой, короче, параллел, на нее ставится Windows, а на Windows ставится Корл, вот, ну да, то есть, в принципе, те, которые на Маке, по сути, работали на Windows, чтобы запускать Корл, вот, и теперь они могут запускать Корл напрямую, они запустили Корл напрямую, сказали, а чего он так шумит, потому что Корл чего-то стал очень много ресурсов потреблять, то есть версия для, там, для Windows нормально, тихо работает, а это как зажужжало всеми вентиляторами, и как это вот странно, в общем-то, родная версия для Мака, переписанная, вот, так что будем надеяться, ее будет отлаживать, вот, они задействовали вот такую здесь, знаете, у Мака Touch Bar есть, панелька такая сенсорная отдельная, вот, но, честно скажу, у меня там на моем Маке Touch Bar нету, но без него как-то вот много чего еще тоже нет, надо сказать, чего на Windows и есть, в общем-то, поэтому как-то надо будет им доделывать. Для Мака? Нет, ну, для Windows... Вы знаете, у Корл одна из самых таких, ой, у Корл одна из самых всеядных системы, и по барабану ваша видеокарта, главное, чтобы что-то светилось на экране, клавиатура, в принципе, мышка совершенно не лишняя, вот, ну, монитор побольше делает такое, вот, к нам на Корл, да, приходите, садитесь, вот, нас больше, вот, и поэтому здесь он гораздо менее ресурсотребовательный, чем Мак, ой, чем это, чем иллюстратор, вот, я сейчас для паблишера статью делал, как раз для версии для Мак, я сравнивал ради интереса, в принципе, как Корл работает на Маке, на Минде, с большим количеством объектов, ну, мой рекорд был, ну, чтобы еще держаться, 30 тысяч объектов, в принципе. Я такой рекорд в иллюстраторе даже не решусь ставить, потому что я понимаю, даже на мощном компьютере это будет вешалка, 30 тысяч объектов. Здесь тянул и тот, и другой, в принципе, ну, поскрипывая, но тянул, в общем-то. Вот, поэтому, в принципе, ресурса, она не очень много, но единственное, что вам надо, если сложные сюжеты делать, конечно, вам ресурсов надо больше. Вот, там у нас есть такой знакомый, Дмитрий Демиденко, талантливый художник на Корле, у него проблемы с мышью возникают, то, что он очень много рисует, и он рисует из плашек объектов, а у него там тоже тысячи объектов, но мыша не выдерживает, и поэтому он, наверное, таки он искал долго мышку, которую поменяется, наверное, заменим, надеется. Так что вот такая ситуация. Выговорите, ресурсы, да, здесь тоже проблемы есть. Ну, да, иллюстратор, например. Да, да, да. Вот, вы знаете, он, в принципе, Корл как-то вот он не особо сильно требовательный, они там объявляют, что нужно, чтобы четыре из их потока было там и так далее, но как-то он и на более слабых запустился, без проблем почему-то. Вот, так что я просто тестил разных вариантов. Работает, ну, ура просто. Вот, вот здесь, видите, уже пошли какие-то реальные дела, вот, но, вы знаете, я просто хотел момент такой показать. Вот я создаю документ, размер страницы, ну, я не буду весь экран, пусть будет веб-страница, например. У Корла настройки страницы, в принципе, достаточно стандартные, и вы вот так вот заходите. Вот, и чем мне очень нравится последняя версия Корла, это вот, знаете, вопрос, вот перед нами вот такой сюжет, по сути, видите, полосы прокрутки есть, да? Видно? Как на МЭКе убрали полосы прокрутки. Я голову сломал, как мне документ прокручивать. И не только я оказался... Мышкой колесом, нет? Вот понимаете, в чем все дело? Мышкой колесом, оно, видите, как работает. А, я поняла. Поняли, да? На что они сказали, а зачем вам это все нужно? У вас есть там тачбард, у меня пальцами там вас тут, то есть все есть, как бы, живите так. На что им сказали большое спасибо, но как-то вот чего-то не то. Вот, на виду, смотрите, какая прокрутка идет. Среднее колесо мыши, а? Среднее колесо мыши зажимается, я вот так прокручиваю. Это же красота просто. Нет, я могу еще там другие варианты прокручивать, но среднее колесо мыши – это просто гениальное изобретение. Все, то есть не надо никаких кнопок держать, ничего там и так далее. Это вообще... Ну, это у них достаточно давно. Мне кажется, это давно. Это с 6-й версии пошло, в общем-то, поэтому, в принципе, это давно, и это жутко удобно. Вот, объект создаю. Единственное, что у Корлова нельзя создать объект, чтобы, ну, например, сразу получить его там 100 на 100, грубо говоря. Я его создаю, я потом должен сделать его 100 на 100, вот так вот, 100 на 100, там, пиксели, да, вот так, enter дожимая, в общем-то, вот, получил его, да. Но сказать вот так ткнуть, сказать 100 на 100, вот так он не умеет, чтобы сразу объект создать. Ну, в принципе, не сказать, чтобы это было страшно проблемно, но вот в объект я вот так ссор, вот так таскаю, видите, корень достаточно высокая, вот. Потом, знаете, вот у иллюстраторов вечная проблема такая, вот есть объект какой-нибудь такой, вот елочка такая, страшная елочка, о, как раз к снегу, к нашему сегодняшнему, вы по снегу шли, лес? Кажется, там был дождь. Уже дождь? Дождь. Сегодня природа отрывается. Вы смотрите, я сейчас вам покажу операцию, на которой у меня там группа иллюстраторов, там, ну, несколько человек, они по-прежнему спрашивают, а как это сделать? Вот, вот эта операция. От зеркалец. От зеркалец. Вот на Корле народ никогда не спрашивает, как это сделать, потому что это после первого занятия не вызывает вообще никакой проблемы. А там это целый такой механизм нехилый совершенно. Вот это там есть, но... Понимаете, зеркало, вы, наверное, не поняли, от зеркалец копии, да, относительно правой стороны. Вот такой нюанс. От зеркалец копии относительно правой стороны. Да. Нет, вы развернуть можете, как вы с копией это сделаете. Вот в чем все дело. А я сейчас раз так вот нажал, вот так с контролом зажал, левый кнопкой, правый кнопкой получил. Все, без проблем совершенно. Вот. Все эти объекты я могу, видите, легко уменьшать и так далее. То есть, в принципе, здесь все регулируется, все совершенно без проблем. Вот. И объекты там вот так вот... Да. Нет, он не стал единым объектом, я теперь должен... Да, я теперь должен этот объект вот так вот объединение сделать, потом вот эти узелки ему объединить вот так вот, вот эти узелки тоже объединить вот так вот. И у меня стал полноценный объект зелененькая елочка. Вот такое вот. Вот так. Классно, да? А еще более классно. Знаете, который момент был. О, сейчас покажу. вы наверно поняли, что здесь у меня объект был такой, симметричный, да? Ой. Я вот не помню, у него то ли не около ста, что ли, было там где-то написано. Я могу с кем перепутать. Я что-то не задумывался на эту тему. Что? Там он ведет список, там, видите, он здесь перечисляет. Где-то выставляется, но, честно, я вот даже ни разу не задумывался, где же он-то выставляется. Наверное, да. Но, понимаете, дело в том, что как-то оно не особо нужно. То есть он отменяет настолько далеко, что чего-то менять, да, ради этого не особо нужно. Но перед вами был только что симметричный объект. Помните, я рисовал, да, вот это все делал, а теперь, как он такая, что? Симметрия. Создать новую симметрию. Так. Теперь. Так вот. Можно. Вот так вот сделать. Круто. У меня создается симметричный объект, который управляется. То есть я могу здесь на самом деле ему и сделать и вот так, и вот так вот. Я могу целую кучу вот так вот симметрии сделать, и, в принципе, потом дорисовать сюда или какой-нибудь, например. Видно? То есть, в принципе, я могу вот такие симметричные объекты городить. Единственное, сейчас он пока не будет раскрашивать. Я здесь завершаю, готово нажимаю, получаю вот такую штуковину, и она управляется по-прежнему. То есть я могу изменить, ну, вы помните, там елка была изначально, да, сейчас тоже девчонки на елку похожи. Вот. И вот так, в принципе, можно симметричными объектами работать. Они, это просто гениальное решение было. Единственное, что там надо еще там чуть-чуть с ними освоиться, как там соединять объекты, потом, чтобы это был замкнутый объект. Ну, это все, в общем-то, решается здесь эти вопросы. А то, что можно вот так вот сходу рисовать готовый симметричный объект, это очень-очень здорово. Но еще такой момент. Вы знаете, для веб-графики бывает нужно готовить там сюжет, чтобы были симпатичные, хорошие, да, веб-графики для интернета. Вот. прямоугольник хороший. Сюда, да? Вот. Но захожу в меню влеты, есть у него привязка к пикселям. Видно, да? Привязка к пикселям у меня стоит. Видно? Настройка. А я сейчас включу обычный расширенный режим. И в этом режиме создам прямоугольник. Вот такой. И в веб-графике он получается у меня вот такой результат. Видно, разница? Края. Видите, какие неровные? Почему так получилось? Он не попал на пиксель. И когда будет экспорт, он вот этот пиксель, который векторный, он на соседнюю вот так вот разложится. И получится не очень хороший край. А если мне нужно для веба работать, я включаю привязку к пикселям, я рисую объект, и у меня сразу получается вот такой хороший. Я вот так вот уменьшаю. Да, это я тоже могу уменьшать этот объект. И, в принципе, видите, привязка включена, и он сейчас что лучше и лучше становится. Хороша эта. Вот. И получаю ровные, красивые, гладкие границы, а не такие вот, знаете, иногда бывают мутные, какие-то непонятные. Вот. Для веб-графики это весьма существенно. Вот. Так что, полезняшка. Вот. Это вот контроль на пикселях. В иллюстраторе что-то такое есть, но не совсем так реализованное. Теперь, по поводу параметров объектов, мы видели, что вот наш объект идет, а где его свойства. И королсы сделали такое решение. Вы знаете, те, кто давно работали с королом, искали, 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 где же по свойству объекта посмотреть, пока не додумались посмотреть меню объект свойства. Вот. Вот они там идут. Объект свойства. С правой стороны. Вот у меня сюда вводят эти свойства. Что у нас здесь есть? У меня есть заливка. Могу поменять заливку. Вот так вот она идет. Вот. Чудненько совершенно. Вот. Могу поменять там прозрачности, могу эффекты применять. Вот свойства объекта здесь все фигурируют. Все управляется отсюда. Вот так они сделали. Что тут скажешь? Молодцы. Это работа для моих деталей и сохранения. Да, у него есть автосохранение. Правда, я сегодня, когда один эксперимент проводил, после того, как я Windows перезагрузил, благодаря королу, там не то, что корол не сохранился. Там много чего не сохранилось. Вот там был очень какой-то страшный вылет. Я не понял, с чем он был связан. Там все перестал. Вообще, там ни контроль дел не нажималось, ничего. Бэкапов там никаких не было, но вот я боюсь, что вылет был связан с ресурсами, что ли, трудно сказать. ну как-то вот, а так пресс сохраняет, да, то есть можно запустить, потом он его восстанавливает и дальше работает. У нас группы-то идут по королу регулярно, и там тоже бывает ситуация, ну, человек вылетел, ну, что-то вылетело, там, перезагрузил, открывает прямо с этого места, все нормально, так что, правда, расслабляться не надо, да? Оно автоматом, нет, там дело не в минутах, там дело в том, что оно само как-то вот фиксирует этот момент и сохраняет вам последние действия ваши практически, так что там мы более умно сделаем, чем просто по минутам. Ну, там регулировки, в общем-то, можно настроить там, каким именем автосохранять и так далее, там, ну, в общем, эта система сама решает эти вопросы, но может быть вылет такой, что ничего не сохранится, конечно же, тут уже как повезет. Скажите, а вы, когда программа сказали, автосохранение и молчание? Да, 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 нет, вообще ничего не надо, они вот настройки там сделали, параметры, вот смотрим сейчас, где она там была, сохранить, да, вот она идет сохранить, видите, резервные, самое, перед сохранением, папки сдаются, интервал 20 минут, резервное копирование, вот так вот, но это, все это не относится к сбою, потому что, когда вы будете работать, то у вас, если сбой случится, то не 20 минут там будет, там последние варианты будут, ну вот, это старый бык, как само собой, я имею в виду, что у вас последние варианты будут перед вами представлены, этого здесь, в общем, как бы нигде и нету, вот этих настроек, это уже внутри там где-то там работает, так что... Ну тогда зачем задавать вот эти вот 20 минут, а нет, это другое, понимаете, это немножечко другое, это 20 минут, куда он файл официально свой записывает, вот такой, да, а другое дело его, так сказать, система там предотвращения сбоев, она откуда будет брать, это вопрос другой уже, может не оттуда, а не, это оно в тех местах, куда вы не залаетесь уже, оно где-то из другого места может вам поднять этот файл, это свои дела уже, так что... Он сам подменив? Да, я про что и говорю, да, да, он сразу говорит, восстанови, и если есть возможность, он восстановит, последний вариант, это не 20 минут недавно сегодня, да, да, откуда он возьмет, это другой вопрос, этого там нету, так что, система защищена неплохо, не, на самом деле, то, что он резервы туда кладет, вы знаете, бывает такая ситуация, она очень нехорошая, но скоро он мне такой не попадал, с другим, бывало, вы сохранили, да, потом вы открываете, и сбой при открытии файла, и чего? Что дальше-то делать? Вешаться, вы открываете, ошибка при открытии вашего файла, вы что-то делали, а она ошибка при открытии выдает, нет, вы можете перезагрузить, вы можете заново открыть, и вылетает такая же ошибка при открытии, это все, все, можете сначала начинать, и импортировать туда, да, ну, бывает такое, да, тут как повезет, то есть, вот, это может там проблемам породить, а если он резервный копий сохраняет, то да, вы можете предыдущий вариант открыть, который не самый последний, но, но не с нуля, вот, так что, этот момент, видите, у них по умолчанию так вот сделано, вот, правда, вот этот файл, который я сейчас здесь использую, 90 мегабайт, как вот RLS здесь работает не 5 секунд, подольше, я бы сказал, там какие-то сложные сюжеты очень идут, вот, так что, вот эти настройки объекта, видите, они вот так вот хорошо очень представлены, представлены свойства, и, в принципе, здесь, вот я показываю свойства, если настройка сами объекты, вот они, видите, вот так вот идут, вот, так вот направляющие, там, вот так вот все здесь по слоям разложено, так что, как бы, можно здесь очень четко видеть, это они, молодцы, так, что у нас еще хорошего, типографика и макетирование страниц, ну, вообще, вы знаете, тут интересная ситуация была, когда одна знакомая спросила, на чем лучше методичку делать, там, на тему автокады, что-то такое было, вот, на чем, на Word, конечно, говорит, а мне нужно, чтобы картинку, автокадовскую, снабженную картинками, еще текстами, целиком можно было экспортировать, на Word, я не знаю, как это делается, я предложил, но мы вместе посмеялись, потому что я делал такое, в общем-то, то есть, поняли, картинка, да, в Word, у вас сверху еще что-то наляпано, и вам все вместе, надо представить, в виде нормальной картинки, вот, ну, иллюстратор здесь не подходит, такие задачи, потому что многостроечный документ, иллюстратор и многостроечность, это разные вещи, в общем-то, да и с текстом, там не очень, ну, на фотошопе многостроечность, да, с методичкой, методичка на фотошопе, это, это экстремальный вариант, когда много работы с текстом, фотошоп, это, кто бы здесь подошел, как вы думаете, индизайн, слышали такую программу, подобный индизайн, да, это многостраничная, прекрасная программа, одна проблема, нужна более продвинутая работа с графикой, чем там, там хорошая работа, ну, извините, Corel, это специалист по векторной графике, а там по обеорски, там, по тексту и так далее, да, ну, говорю, ну, делай на Corel, свою методичку, остается, а больше ничего не остается, когда нужна мощная графика, куча текстов, чтобы можно было вот так вот экспортировать, я вот эту фигню все выделяю, да, вот так вот, мне нужно экспортировать, ну, раз нужно, я говорю, экспорт, экспорт, говорю, только выбранные объекты помечаю, да, вот это вот, и все экспортирую, куда хочу, там этих форматов, куда экспортировать, вы, наверное, 90% из этого не знаете, я, в общем-то, тоже, да, и не особо интересно даже, да, вот, так что, тут как бы, можно очень широко вот это использовать, а в Word, так вот, вам уже не получится сделать, но еще с точки зрения типографики, у Corolla там вообще, конечно, они очень здорово сделали, когда вы работаете с текстом, у них, в принципе, работа с текстом, где ведется просто на ура, единственное, конечно, у меня очень маленькие размеры, вот, такой блочок у меня, видите, идет, вот я могу сюда там текст, там, импортировать и так далее, но я могу ставить силу формативу, длинные пробелы, вот такие, короткие тиреи, неразрывные переносы, где вот такое встречали вообще, программ векторной графики, а здесь вот такая штука есть, то есть типографика, работать вполне можно, вот, с русским языком нормально работает, переносы там, все делает, в общем, орфограф проверять даже умудряется каким-то образом, так что здесь все хорошо, а еще у них есть, знаете, вот, чем мне еще понравился, вот этот вариант, трио, оценочная версия, я это делаю создать шаблоны, вы знаете, не так давно, в предыдущих версиях, у них шаблоны для, вот этой оценочной версии, были, ну, отсутствовали, в общем-то, сейчас, вам открывается вот такой набор, берем там, кого-то, вот этот, например, такую штуку, открыть, он мне создает вот такой сюжет, ну, какая-то заготовка уже есть, а там что-то такое, можно поменять, создать шаблон, берем, например, какой-нибудь другой сюжет, такой вот, вот, то есть уже готовый сюжет, а на стое которых вы что-то такое можете делать, это же здорово, когда есть от чего-то, ну, вы можете как шаблон сохранить, и таким же образом его потом открывать, если остается его сделать просто свой сюжет, да, в общем-то, то есть я могу это обозвать своим сюжетом, перекрасить вот эти все, в другие цвета, например, да, и сохранить файл, сохранить как шаблон, в принципе, да, и дальше его использовать как шаблон, даже вот этот набор, вот, так что, в принципе, здесь этот набор у них неплохой идет, фонд менеджера я не буду показывать, то управление шрифтами, но виду само неплохое управление, но они еще свои возможности добавляют, в общем-то, вот, технические моменты, вот, а вот это, на самом деле, очень здорово они сделали, в принципе, эффекты, эффекты всегда хорошо, нет эффекты, всегда проблема, да, вот, но давайте так, когда эффекты есть, это одна проблема, когда эффект нет, это другая проблема, да, вот, и что сейчас сделали в 19-й версии Corel, они там, единственное, закрываю, чтобы зря он ресурс не трескал, они сделали вот такую интересную вещь, то есть у меня на приории есть объект, вот, знаете, еще по поводу заливки, например, смотрите, раз, раз, красота, да, в принципе, да, ну, здесь, в общем-то, куча всего и прозрачности можно управлять, и так далее, они так очень круто сделали, но, я хотел немножечко другой момент показать, вот такой объект идет, вот, и я захожу в эффект, и вот обратите внимание, вот эти вот эффекты, у них раньше эти эффекты внизу были, сейчас они сверху идут, это растровые эффекты, вот возьмем кого-нибудь здесь, как он назывался-то сейчас, один момент, вот полуторн, такая штука, бедная, ну, здесь масштаб, он здесь не позволяет увеличивать, сейчас, так же, то есть, то есть, он, вот это, знаете, такой сюжет сделал, зависит от такой, как бы, типографский растр, вот такой, точечками сделал, фишка в чем, а фишка здесь вот в чем, что, что это у меня, как бы, функция моего объекта, эффекта, то есть, если я сейчас, возьму и цвет мой, поменяю, вот этого объекта, и дам здесь, например, цвет зелененький, то он мне разложат на зеленые, вот такие цвета, и так далее, то есть, эффект работает вот так вот, на ходу, такие ядовитые цвета прям подобрал, чтобы лишний раз не смотреть, вот, я хочу, вот этот эффект подправить, вот у него там есть карандаш, такой, я нажимаю, и здесь могу подправить вот эти настройки, единственное, там, знаете, у него вот с этим просмотром, как-то вот не всегда залаживается, там надо включать, подключать, чтобы он там что-то поменял, в общем-то, вот, и вот так вот настраиваю эффект, прямо на объекте, то есть, объект у меня остается, эффект сверху на него кладется, эффект я могу подправить, удалить, и так далее, эффект вот эти вот растуты, насколько это будет надежно работать, сейчас меня спросили, насколько технически можно создать шаблонов, по-моему, там сколько угодно, этих шаблонов можно создать, ограничения, здесь вопрос сложный, вороны любят ограничения, вот, и здесь можно всякие там, размыты с движением добавить сюда, ну, как быстро он слетит, это хороший вопрос, не знаю, я так сильно от тем не экспериментировал, но, это очень тяжелое размножение, не слетает, или нет, да нет, вот, как видите, я просто не проверял, как быстро он слетит, потому что, когда такие эффекты наворачиваются, ну, как бы, если переборщить, то можно потом и пострадать немножко, ну, вот, шустро все, да, вот так вот, да, никаких задержек нету, вот, все достаточно быстро работает, могу ему применить еще градиентную прозрачность, например, а, нет, не сможет, видите, уже, когда эффекты применены, сейчас, не помню, не сможет применить, похоже, что нет, вот, он просто полупрозрачный, а может, там надо до него, как добираться еще, в общем, можно вот так все управлять, вот эти эффекты, можно их отключить, вот сейчас задержки чувствуюсь немножко, так я отключаю, вот, сам объект идет, вот, вот отсюда я могу, вот эту полупрозрачность управлять, сейчас обратно включаю, сейчас, как все, грохнется, и вот так включаю, ну, как видите, все живо, и вот так он наслаивается, видно, вот, так что эффектов можно наворачивать, очень даже круто, это вот делается через меню эффект, у него набор свой есть, вот там перетекание, там, ну, его стандартный набор эффектов, а это уже раз, трое эффекты пошли, вы знаете, там набор просто, ну, мягко говоря, очень впечатляет, там столько всего есть, это можно следить, просто их перебирать, это не на одни сутки задача, там очень красивые эффекты, да, ну, если надо изучать с этими эффектами, все звучит, а вот насколько это работает потом, при размещении публикации, то же самое, на дизайн, насколько их можно туда... ну, все время этот эффект фурор надел, потом всем надоел, потом опять фурор надел, потом опять всем надоел, сейчас, наверное, не знаю, окей, да, вот так я загиб сделал, потом я снова захожу, снова сюда захожу, загиб, сделал ему загиб, теперь справа внизу, я не могу второй загиб сделать, видите, он только с одним, я думал, удастся еще один эффект добавить, а, ну, давайте, а я плюсик сейчас делаю, вот так вот, ну-ка загиб, давай вот этот вот, ну-ка, нет, вот этот эффект он не может, видите, вот так вот, то есть он либо так, либо так, то есть я не могу сразу с двух сторон вот так загнуть, а можно сохранить? Нет, это другой вопрос, я веду, что на ходу, на ходу нельзя, на ходу нельзя, надо пересчитывать его тогда, но я тогда останусь уже с окончательным эффектом, я сейчас вот этот эффект применил, я могу вот так сделать, да, вот так вот, то есть я могу регулировать, но это очень большое достижение, я считаю, вот такой момент, что можно вот таким образом регулировать, это не здорово сделано, ну, а насколько надежно это все работает, посмотрим, это сейчас пока рада еще судить, это очень крутые возможности, знаете, как в фотошопе эффекты слоев есть, да, в общем-то, но с другой стороны, в фотошопе тоже есть огромное количество фильтров, и там через смарт-фильтры тоже можно регулировать, и так далее, но здесь напрямую все это работает, в общем-то, вот, так, то есть это момент очень-очень классный, так, шаблоны, ну, шаблоны, в принципе, я вам сейчас показал, там у них, по-моему, база версии побольше идет, там еще разные нюансы есть, но то, что здесь уже шаблоны есть, в общем-то, неплохо. простите, а можно еще? Ага. Вы знаете, здесь ситуация такая, я вам не советую, аи сохраняет лучше PDF, потому что типография, она от PDF лучше есть, чем АИ, вот, в любом случае, PDF всегда более широкий формат, чем АИ, у Корла с АИ разные отношения, поэтому, я встречал ситуацию, вы делаете в АИ в Корле, АИ потом Корл понимает, а иллюстратора нет, это как-то очень такая занятная ситуация, поэтому это надо проверять в иллюстраторе, тогда файл обязательно, который вы сделали для АИ, да, если вы сделали PDF, то PDF, он и в Африке PDF, поэтому PDF можно проверить и по Акробатам дальше, или чем-нибудь еще, да, лучше PDF тогда делать, а PDF уже, вам не нужна прозрачность, сделать PDF четвертой версии, и не будет у вас никаких там прозрачностей, все будет пересчитано, вот, так что тут, прошел. Когда в АИ, когда у меня остается исходный материал, который мне еще надо будет, если у меня есть заказчик, как вы желаете, Так, ради бога. А типография говорит, дайте нам вот именно АИ, потому что, если так, что-то. Ну, в АИ он напрямую тоже не очень будет здорово работать, я говорю, это же не его родной формат АИ, да, это у вас, когда вы сохраняете файл, да, вы даете команду файл сохранить, как, вот, вы раскрываете здесь список, в общем-то, АИ здесь есть в этом списке, но здесь в этом списке есть PDF еще, да, то есть он на одинаковом уровне расплатывается, лучше тогда PDF, то есть PDF, он технически лучше переносит, чем АИ, АИ слишком сложный формат, PDF, он более стандартный формат, чем АИ, поэтому лучше его через него делать. То есть мы на занятиях много таких проблем разных решаем, и в общем, PDF всегда как-то палочка-выручалочка. Вот так. Ну, я вам симметрию показывал, а есть еще вот такие интересные эффекты, пантилайзер, вот так, сейчас, вот, вот эффекты, вот внизу идет пантилайзер, пантилайзер, вот так, наверное, сейчас некрасиво будет. Нет, в принципе, так ничего, но вот видите, он такие частицы создал, а я сейчас градиентную закрасочку дам, и еще разок. То есть он сейчас раскладывает на набор частиц, так, по кому-то вам думает, скажите, где вкору настройка профиля, и есть, вот мы сейчас посмотрим как раз. Так. Как он там? Что он там сохранил? Тем более, что я, по-моему, файл не сохранял. файл не сохранил. У нас может и сохранение. Ну, да. Тут, ну, о, видно. Окей, пусть открывает. Да. Ну, видите, это не 20 минут прошло с того момента, как я, да? а второй файл, он не стал открывать. А я его под конец отключил, а я его под конец отключил, насколько я помню. там, да? Ну, во всяком случае, девушка на месте. Открыть последнее. Вот это большой файл. Где настройки профиля, чтобы по типографии будет так, по поводу цветов. Сейчас оно вот это вот откроет. 90 мегабайт не файл сейчас открывается. Нет, вот просто там вот этот файл. Там они сделали его здоровый, но там, понимаете, вот тех сюжетов, которые увидели, они все векторные получаются. Это вот этого типа. И там куча объектов идет у него. Пробует. Здесь идет 435 объектов сейчас. Ну, в принципе, не только что много. Ну, смотрю, спросил. Так. Ну, один раз летел. Сегодня, правда, второй уже. Так, ну, здесь были. Вот, меня спросили по поводу настроек профиля. Вы знаете, у них, в принципе, достаточно давно они уже перешли на такой механизм. у них есть управление цветом. И здесь у вас идет... Фугора сейчас вот сходу не вижу. Ну, сюда поставить профиль, в общем-то, и пусть он с ним работает. вот. Вот. Загрузка сетевых профилей. Вот. А, ну, господи, это я просто слепой. Фугора 39 меня спрашивает. Ну, да, действительно, сложно узнаем найти. Там еще и 27, 30, 39, и так далее. Да? Светлана спросила. Светлана, понятно где, да? То есть, еще раз, вот, это вы сюда заходите в инструменты, управление цветом. Вот. И здесь вот у вас вот этот смик, и вот это вот настраиваете вариант. Либо типографик дает, вы загружаете профиль, и что они дали, то и загружаете. Таким образом. С королл достаточно давно уже с светом хорошо научился работать. Даже как-то в свое время, несколько лет назад, приезжал представитель королла и рассказывал, как они отвечают за управление цветом. Он рассказывал, как у них это все работает. Ну, не в формулах, конечно. Разругал Adobe, потому что Adobe там халтурит при пересчетах там, и сказал, какие они молодцы, они все идеально пересчитывают, там все хорошо. Ну, как бы... Они работают на RGB, и на RGB. Конечно, естественно, да. Профиль они распространяются на все, вопрос, как там пересчитывать, различные нюансы из профиля в профиль еще. Вот. Я уже даже не знаю, по телевизору показывать, в общем-то. Я другой эффект сейчас тогда покажу. Что-то мне не очень нравится, когда он... Так, слушайте, а может он к этому... Нет, что-то... Смотрите, допустим, у нас идет, такой объект. Вот. А у него есть такой интересный эффект еще. Но, правда, это не самая последняя версия, это уже предыдущая присутствовала. Вот коктейль, такая штуковина смешная. Сейчас найду его. Вот это коктейль. Это вечеринка переведена на русском. Ага, да-да-да-да-да-да. Прикольно. Вот. Я ему говорю, библиотека какая... Сейчас я ему переводу, что ли, ему... Так. Здесь я ему скажу, допустим, 10 объектов. Вот. И нажимаю применить. Сейчас вы увидите результат. Классно? Классно делать. Это из растого картинка сделал такой калаш. Калаш из растого картинка. Готовый. Раз. На вашу... А вот теперь смотрите более интересный прикол. Это штоп удалю сейчас. Тоже удалю. А вот теперь я сделаю вот таким образом. Вот так вот. А я теперь сделаю я его вот так. Вот так. Вот так вот. Еще, например, это будет у нас вот таком. То есть, вот так вот. Вот так вот. И у меня там папочка подобрана. Я ему нажимаю вот так вот применить. Поехали. А вот темпе будет? Нет. Дело в другом. Подольше думает. Ну, пока не слетел. Шансы увидеть есть. Молодцы, молодцы. Так. Да нет, в общем-то. Ну, есть что отложить. Открыть. Интересно, на каком этапе он откроет. Ой, ему понравилась эта девушка. Очень я так чувствую. Так. Ладно. Может, ему не понравилось что-либо. Такой сложный был. Возьмем попроще. Ну, я хотел этот эффект вам показать. Сейчас. Ну, и где он тут? Вот он. Фотококтейль. Так. Папку он потерял благополучно. Природа. Вот. Так вот. Здесь 12, например, объект. О! Чувствуете, что получилось? Градиент. Градиент. То есть, он фотографию разместил так, чтобы воспроизвести этот градиент. Классно? Вот. Вы знаете, сюжеты были в свое время там из какого-то, из кучи картинок образуют сюжет. Там какая-нибудь цапля там или еще что-то такое, да? Вот это что-то к такому близко. То есть, вы смотрите, видите, там цаплю. Но присматриваясь, эта цапля состоит из кучи изображений. Вот. Вот так вот он это делал запегачив. Вот коктейль называется эта штуковина. Вот. Ну, почему 3D? Просто можно в рамках картинок вырисовать отдельный сюжет. То есть, есть картинки используют для создания нового сюжета уже. Они входят как элементы. и так далее. Вот. Ну, вот видите, с радиальным градиентом что-то он не очень, а с этим нормально сработал. Ну, я затрудняюсь объяснить. Может, потому что тот файл был открыт еще, он здоровый. Здесь, конечно, вопрос тонкий, потому что тут у нас компьютер-то может просто не тянуть. Такие здоровенные файлы и те, и другие. Нет, я это показал штуковину уже, в принципе, поэтому сейчас может быть закрыт. 90 мегабайт файлов есть, это из 30 страниц. Это что-то как-то они там, я бы сказал, загнули. Неговато. Видите, как удобно переключаться со страниц на страницу. Еще пор, знаете, прикольно сделано как. А как перенести, например, объект со страницы на страницу. Вот я какой-нибудь хочу перенести. Вот это, Ну, как он приносит на страницу на страницу? Вот, смотрите, раз, да, потом раз. А, не видит. Что, он не видит? Не увидит. Ну, по идее, это то, вот вокруг задействовалось. Ну, ладно. Что-то там оно сейчас не сработало. Ну, и ладно. Так, обратно заберем. Спогрешки мы видели. Лифскетч. Вы знаете, это очень интересный инструмент для тех, кто руками умеет рисовать вручную. то, что там можно вырисовывать сюжеты. Идет и в скетч. Вот. Вырисовывать вот так, вот так вот, там вот так вот. И он, видите, задержки некоторые идут, и он их додумывает. И пока вы там рисуете дальше, он там додумывает вот это ваше предыдущее, то, что вы нарисовали, и там можно подправлять их, эти сюжеты, и так далее. То есть... Конечно. Дело в том, что он это уже достаточно давно умеет, и если вам нужно растровую картинку векторную перевести, здесь есть специальная процедурка, сейчас я только не буду фотографии брать, возьмем кого-то. Вот коляску, например. Вот такое, да? Вот. Трассировать растровое изображение. Вот, пожалуйста. Можно быструю трассировку сделать, тогда он сам соображает, что к чему. Видите, вот такое получилось. Ну что, можно настроить его, но я могу теперь этот объект разгруппировать, эта же группа идет. Вот так вот. И я здесь вижу вот такие вот объекты, которые, в принципе... Получается, CorelDRACE и отдельный программ. Она в нем находится, да, я не знаю, почему они как-то отдельно ее объявляют, она встроена внутри CorelDRACE и работает внутри него. Ну, как-то вот, вот, она уже достаточно давно встроена здесь, и прекрасно, вот так вписывается. В принципе, трассировщик, ну, неплохой, но, конечно, фотографии трассируете, но вы не получите фотографию фотографического качества, конечно же. А где еще у вас идут? Вы когда помещаете, у вас автоматом загорается. Вы не можете как-то задавать количество? Да, там настраиваются, там очень много настройок идет. Вот здесь я могу зайти вот сюда, да, технические иллюстрации. Вот мне еще откроется здоровенное окно такое вот. Вот. Видите, там такая вот типа чертежа получаю. Чертежи, кстати, неплохо тоже вот так обрабатывать. Вот. Мне еще показывает сверху вариант исходный, а внизу такая трассировка. Видите, в принципе, ничего уже пошло. Может, картинки там низкого качества дать. А дальше, вот видите, куча настройок идет. Ну, если мне нравится, я там нажимаю ОК, собственно, и получаю результат. Так что тут механизм работает хорошо. Вот. Так. Что у нас еще хорошего там идет? Вот. Пейнт. Вот. Поиск замены, честно скажу, что-то как-то не особо мне понравилось. Почему-то посмотрим потом. Пауэртрейс. Вот. Пауэртрейс, понимаете, вот они назвали Пауэртрейс. Ну, где Пауэртрейс находится? Он как бы вот внутри и находится. Пауэртрейс, который Пауэртрейс. Вот. И теперь, ну, фотографии там, в принципе, все это хорошо. Вот. Это сейчас еще отдельный вопрос. Но, знаете, хотел показать вам вот такую вещь для наших слушателей. Вот. Вот смотрите. Теперь слушатели наших авторизированных учебных центров могут привести Пуэрл с существенными скидками. Вот. В принципе, если кому интересно, вот Пуэрлл.ру Education Courses, в принципе. Вот. Там что-то у них можно посмотреть. Мне недавно прислали из Пуэрлла вот это вот оповещение. Я еще точно не знаю там, в принципе, какой будет большой плюс или минус. но если что, у вас будут вопросы, вы можете сделать такую вещь, можете храбро мне написать на электронную почту. А я вас отошлю. госпитализм да, потому что мы авторизированный центр, мы выдаем официальное свидетельство Корловское, между прочим, которое Корлов нам подписывает. Вот. На английском языке, правда, на русском они не знают. Вот. В электронном виде сами распечатываются. Вот. Так что те, кто у нас учатся, такие свидетельства получают. Вот. Если будут вопросы, вот, пожалуйста. Это для наших слушателей. Ну, я тут прошел кое-что мимо, в общем-то. Вот хороший вопрос, это надо у них узнавать. Мы недавно написали, в общем-то, на эту тему. Пока непонятно, но вот как преподаватель у меня плата лицензии, в общем-то, получается. так как по поводу слушателей вопрос сложный здесь. 12 марта он вышел, вот это все это хозяйство яркие и прочее, но здесь еще такой прикол. Корловцы вместе с 19 пакетом на маком, что еще они могли выпустить? Удивив всех. Они выпустили, уважаемые слушатели, онлайн-вариат Корлов, браузерный. Называется эта штука? Она здесь где-то была. сейчас я приискал. И тут дальше было. Нюанс. Вот, CorelDRAW Up. Видно? CorelDRAW Up. И я сейчас запускаю браузер. запущу. Не запущу. Сейчас куда? Найдем. Там макушка была. Вот. Так. CorelDRAW Up. Сюда захожу. Интересный момент. Даже на планшете можно запустить. Правда, там, знаете, немножечко трудновато будет использовать. Единственная проблема CorelDRAW Up такая. Чтобы его потом запустить, вот, вы должны ввести логин-пароль. А логин-пароль связан с учетной записью, которая создается, когда вы Corel себе загружаете и устанавливаетесь. Так что, как бы не установив Corel, получается, вы как-то без учета записи тогда оказываетесь. И, соответственно, войти здесь не удастся. Создать ее здесь тоже нельзя. И вот сюда попадаю. Видите, здесь New Design идет. Вот размеры такие, видно. New Front Template. Я могу взять какую-то основу. постер, например. Видите, постер. О, такие варианты. Сколько вариантов тут идет, да? ModJazz. Мы любим ModJazz. Обожаем ModJazz. Вот. Вот так, видите, меня создал вот этот мой документ. Но, что есть общего от Corel? Скажу, я сказал, очень мало. Я бы сказал, ничего, в общем-то. То есть, вот объекты, но, вы знаете, эти объекты уделяются, ну, как обычные объекты в любой другой программе. Вы, наверное, помните, что в Corel можно копировать с правой кнопкой мыши, да? Вот. Но здесь эта штука у вас работать не будет с правой кнопкой мыши. Остается, как копировать. Ну, как можно вот так скопировать, а вот так копировать. Что? Нет, сальтом. Как во многих других программах от фирмы Adobe, да? Вот. Как прокрутить эту штуку? Вот пробел могу прокрутить. Средняя кнопка. Вы знаете, вот средняя кнопка, я не помню, как она здесь работает. На нее стоит схватиться, оно куда-то все дружно уползает, потом попробуй найти его там. Вот. Многостраничные здесь поддерживаются, в принципе. Видите, с текстом работы нормально, видео с параметром объектов. Но есть очень много своих нюансов на эту тему. Вот есть библиотеки, то есть я могу сюда добавить страничку. Сюда в плюсик. Добавил. Library. Беру какой-то вот такого товарища. товарища. Ой, там у этих самых товарищей много оказывается. Просто раскрыл ящик Пандоры. Ой, может, часы, допустим. Вот, часы. Вот они такие идут. Вот. И вот мои объекты, я могу здесь тоже их разгруппировать, вот там групп. Да, по поводу языка. Тоже можно русский перестроить, но только я останусь без объектов, если не сохранил. А так я сейчас просто на английском языке. Ангрупп, вот видите, вот так вот объект представлен. Пожалуйста. То есть, в принципе, вполне можно работать, в общем-то. Вот. Меня спрашивают, а только для 2019 версии? Да, по-моему, да. То есть, это, в принципе, связь 2019 версии. Вот. Но вы знаете, вот этот момент хороший. То есть, если у вас 2018 версия, подойдет ли туда вот этот вот самый апп? Это я, это надо у Корлоса уточнять. Я, честно, в голову такой вопрос не приходил. Так что, может попробовать, посмотрите. Видите, Корл Дролл Ап ресурс. Вот. Но вы знаете, как вам интерфейс полноценно достаточно смотрится? Вот. прямоугольнички и всякие. Видно там рисование кривой. И там, в принципе, все так вполне нормально сделано. У меня сразу, знаете, простой вопрос возник. Неужели Корл, они умудрились помимо маковской версии еще вот такую версию заделать? Плюс к маковской, да, версии. Это гораздо сложнее вот такие версии. Они же должны в разных платформах работать и так далее. Вот. Вот, кстати говоря, по поводу закраски. Вот у меня есть филс, здесь такой филс. Я могу вот так, ну, понятное дело, вот так. Я могу филс сделать вот так вот. Могу филс сделать радиальные градиенты, все регулируется тоже. Могу даже сделать шумовой заливки, а могу сюда добавить несколько заливок. То есть, я могу сюда вот так плюсик сделать и добавить сюда еще кого-то там. Чуть я не понажал. то есть, я могу здесь так филс. Вот он. Да, понимаете, в чем все дело. Эта штука, она же облачная, в принципе, получается. Вот, например, линейный градиент идет. Вот, а второй цвет я сейчас черненький сделаю прозрачным. То есть, у меня вот идет здесь вот так, видно. Видно? Шум начал простаясь. То есть, я могу накладывать множество заливок один на другую, одну на другую. Но, вы знаете, тут вот эти моменты, они, в принципе, стандартные для вот такого типа онлайн-программ, в общем-то. И, что интересно, вы интерфейс посмотрели, да? А теперь смотрите. Вам ничего не напоминает там? Layers, libraries, symbols, вот эти настройки идут, fills, в большом количестве. То есть, Corel в прошлом году купил программу Gravit Designer, онлайн-программу для редактирования. Она есть, десктопный вариант тоже. Они что-то в ней там поменяли, она теперь может в Corel сохранять, назвали это дело Corel Draw Up. И теперь у них две программы. Вот это вот дизайнер бесплатный, который вы можете себе поставить, не связан никак с Corel, и Corel Draw Up, который, ну, один в один похож на вот этот Gravit Designer. Так что, еще какой граффити, он такой же, в принципе, как Gravit, но от Corel там ничего нету, в общем-то дело. То есть, вот этот вот дизайнер его. Бесплатный вариант здесь, то есть, он с Corel никак не связан. Единственное, Corel Draw Up, они могут сохранять в формате CDR и открывать CDR, ну, в Corel в формате. А этот вообще в своем формате там работает, то есть, он на Corel ничего не знает. Как будет делать дальше, кто же его знает, потому что, получается, что вот это вот, они сами собой, получается, как-то конкурируют. То есть, вот этот дизайнер Corel, он привязывается к пакету Corel. А этот не привязывает к пакету Corel, но вполне те же самые задачи. Вот как? Как дальше они будут? Сказать сложно. Я их сравнил, ну, в общем, практически одно и то же. Вот. И по интерфейсу, и по возможностям все один к одному идет. Так что, вот такой, если хотите посмотреть онлайн-версию Corel, у вас не хочет создавать эти всякие свои аккаунты, то, пожалуйста, дизайнер его запишает адрес. Экспериментируйте с Gravit-дизайнером. Его можно поставить в десктопный вариант, в общем-то. Вот. Но к Corel он отношения не имеет на этот раз уже. Ну, надо сказать, что у них там настолько всего можно развивать в этом дизайнере, что они к лету обещали еще дополнения, различные обновления поставить. Посмотрим, что будет. Потому что сейчас пока, ну, скажем так, те, кто с Corel работали, на нем себя не будут уютно чувствовать. Вот. Потому что тут, например, я спохнулся с чем, когда сам там экспериментировал на этой штуке. Вот казалось бы. Вот Corel, я вам показывал операции объединения объектов. То есть, я вот так нарисовал, нарисовал, у меня вот такой есть. Я хочу соединить вот эти узлы. Ну, есть определенные в Corel операции, что вы должны сделать. Вот так вот. А дальше вот так вот делаю и нажимаю вот здесь вот кнопочку. Вот так делаю, нажимаю здесь вот кнопочку. Видно? И я объединяю два узла в один узел. Абсолютно четкая команда. То есть, я вот так вот сделал. Все, без проблем. Я это сделаю. Прекрасно совершенно. Вот она. Раз, и она объединилась. Все. У меня отлично. Вот так стало. Кстати, еще у Corel есть замечательная штука. Это автозамыкание. Вот это просто гений. Вот так вот. Если вам нужно замкнуть последнее оставшуюся пару, то есть, у вас так все соединено, но где-то не срослось. Конец два узла отдельные. Вам не надо их выискивать, там что-то делать. Вы просто тупо тыщите эту кнопку. И она автоматически замыкает. Класс. Вот, пока до этого не задумались. Вот. Ну так вот. Вот так я вам показал. Но, если я сейчас это сделаю вот тут, вот так вот, да, то есть, я тут курсую эту фигурку, например, вот так ее нарисовал. Отлично. Супер фигурка получилась. Вот. Потом я ее могу вот с Clashiles дублировать, перевернуть. это, ну, надо сказать, дублирование с переворотом это отдельный крест. А что дальше-то делать? Вот я их получил. Как мне их дальше сращивать здесь? То есть, я могу вот этим шейпом выделить, вот так выделил, дальше что правой кнопкой нету, Modify, Shaping, здесь тоже ничего нет. Weld есть, но это немножечко не то, в общем-то, и тут как-то вот, видите, вообще не то получилось-то. Видно, раскалить какие-то, да? А было вот так. То есть, как вот эта операция подвисает в воздухе? Ну, не знаю тут. То есть, оно как-то без этой операции здесь работает. В Corel привыкли к ней? А здесь этого нету. Здесь надо по-другому привычки, в общем-то, свои менять. Ну, посмотрим, что с этим дальше будет. Пока непонятно. То есть, штука интересная, очень мощная, очень продуманная, но она далеко достаточно от Corel находится. И как они впишут это в Corel, это очень интересный момент. То есть, смотрите, что происходит. Они нарастили очень мощные эффекты в собой программе, они сделали версию для Mac, и они вот так еще выпустили онлайн-версию, по сути, за год. В прошлом году этого не было. Нет, никто не говорит, что они за год это все сделали, они, наверное, давно это делали, но сейчас оно вот так вот прикипело. Ну, круто же на самом деле, да? Это очень серьезные наработки, просто слов нету. Так что, молодцы Corel. Будем надеяться, что они доотладят вот это все, что они наделали. Благо, все у них там идет на мази, и вон там библиотеки-то какие, а? Ух! Вот. Но если я хочу сохранить эту штуку для Corel, я должен нажать File, Save. Вот. Ну, видите, он мне сразу говорит, а, саппорта топжик. Вот. Ну, хорошо, там, видите, он мне говорит, что не может сохранить CDF-формат. Ну, вы знаете, я сразу скажу, что, как бы, если он не может сохранить, а вы все-таки сохраняете, то вы получите расток, когда потом откроете Corel. То есть, это будет нередактированно уже, то, что он не смог сохранить вот так вот. Ну, а из Corel аналогично, то есть, если он не поймет Corel что-то, он тоже вам, знаете, как сделает, он открывает слой, вот это вот, кладет туда, а вы работаете на другом слое. А этот слой, все, то есть, вы с ним ничего сделать не можете, он мертвым грузом так болтает, Corel скислой, и все. То есть, надо проект, вам надо обратно в Corel туда идти. Вот, когда они наладят вот такое взаимодействие гибко, это будет очень-очень-очень круто. Будем надеяться, они это сделают. Вот. Еще хотел показать такую штуку, мы в свое время как-то составили такую занятную табличку. Если кому интересно, это вот такой адрес, единственное, что он, вот это вот, видно, tt.cc, вот этот вот, адрес. Это сравнение Corel и Illustrator. Вечные проблемы, да. Я еще ряд монстров, так сказать, дружно напряглись и составили вот такое сравнение, чем хороший один, чем плохо, чем хороший другой. Видите, чем мне нравится Corel, чем мне не нравится Corel, да, вот так вот. Потом, чем мне нравится Illustrator, чем мне не нравится Illustrator. Вот, так что тут, как бы, вот такие моменты идут, и, в принципе, вот, в общем, видите, чем мне нравится Corel, такие списочки нехилые совершенно здесь идут. Вот, так что, вот такая ситуация. Вот видите, аж цветные печати не пригодны, если кому шестицветная печать в Corel нужна. Так что здесь профессионалы тоже участвовали в составлении, и, в общем, такой результат сейчас получился. Знаете, мы, наверное, год составляли эту табличку, так кто-то что-то вспоминал, сюда добавлял. Вот она такая получилась. Часть была удалена, потому что она там где-то появилась, там, или неактуально стало. Вот, вот такой момент. Так, ну, в принципе, у меня к вам все по поводу Corel. Знаете, у нас такой момент, у нас, в принципе, Corel популярная программа, и у нас она состоит из двух частей, там еще есть вторая часть. У нас первый курс состоит из десяти занятий, второй из шести занятий состоит курс, и, в принципе, первая часть, она, ну, базовые возможности вы все получаете, а вторая часть у нас, там это уже круто, там создание шрифтов идет, там, и так далее, креативные вещи, работа с продвинутыми этими блендами, там, всякими и прочими вещами. Вот, все на русскобузыточном интерфейсе идет, вот, в принципе, у нас эти части идут довольно часто, но, на всякий случай, если что, у нас есть такой режим открытого обучения, в котором это еще чаще идет, чем в очной группе, это когда вы занимаетесь, вот, вы сидите вот сейчас, перед вами два монитора, на одном мониторе вы смотрите запись, на втором мониторе вы делаете упражнения. Преподаватель сидит, всегда, если что-то не получается, вы не спрашиваете, он вам подходит, помогает преодолеть. Просто очень часто бывает, вы когда по записи занимаетесь, вот, вы где-то спотнулись, и как, и кто вам поможет. А здесь вот сидит автор этой записи, он вам помогает решить эту проблему, и вы спокойно идете дальше. Он видит, что вам нужно здесь еще, он вам дает дополнительные задания, вы еще вот так вот, оба, вы знаете, я когда первый раз получил результат, я просто офигел, потому что они были настолько качественные, народ настолько идеально сделал, наши стандартизационные упражнения, в группе так не делали. Поэтому, если вам будут предлагать вот такой режим, открытого обучения, знайте, что в этом режиме на вас нагрузка гораздо больше, но выход от вас гораздо больше. Вот, так что вот такая ситуация. Важный момент, что вы в своем темпе занимаетесь, вам не надо никого ждать, некого ждать. Вы в любой момент на паузу поставили, поделали, пошли кофе попили, отдохнули, пришли, продолжили эти логотипы делать, несчастные, с этими кривыми работать и прочее. Вот, так что, вот такая штука, знаете, в момент. Так, сейчас меня спрашивают, что Corel не поддерживает 4К? Поддерживает. А, 4К-мониторы? Вы знаете, тут трудно сказать, а у нас там есть, да, что 4К-мониторы не поддерживает? Вот. Вы знаете, тут надо смотреть, 19-я версия поддерживает 4К-мониторы? Не поддерживает 4К-мониторы. Вот. Надо смотреть вот эту версию, вот видите, сентябрь 18-го года. В принципе, это было по предыдущей версии. 19-я версия надо будет сейчас, в общем-то, смотреть. Вот. Поэтому я честно скажу, затрудняюсь сказать. У меня не 4К-мониторы, такую здоровенную не ставить некому. Так, на двух мониторах дистанционно, Иван спрашивает. Иван, на двух мониторах у нас на занятии здесь, в группе занимаемся. То есть вы сидите, там, знаете, в чем прикол? Каждый сидит и занимается по своему курсу. Например, кто-то по Corel, кто-то по второй части Corel, кто-то по иллюстратору. У каждого два монитора, и вот так вот сидит и занимается. Да. А если вы дома сидите, то тут как бы, вы знаете, тоже два монитора в таком режиме, если вы по вебинару занимаетесь. Тогда на одном вы делаете, на другом смотрите. А если на одном, ну, тогда можно монитор здоровенный разменить как-то, да? Можно заниматься, знаете, еще как на планшете смотреть, например, а делать на компьютере, в принципе. И на планшете, ну, вопрос, комфортно ли вам вопрос там задавать, будет набирать текст на нем. Вот. Так что вот так вот, так же приглашаю всех. У нас достаточно, часто все это идет. Королл в программ хорошие. Знаете, как они, иллюстратор не, да, это очень мощная программа, очень здоровская, очень креативная, но Королла вот свой спектр задач, которые иллюстраторы не решают, а решает Королл. Вот такая ситуация. то есть это и дизайн, и иллюстратор, в одном, так сказать, флаконе, вот, такой монстр. Создание шрифтов, да. То есть, когда заказчик говорит, хочу, чтобы у меня на группе всегда была коронка, ну, да, 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 да. То есть, может быть, имплантировалось как шрифт, а дальше работает как полноценный шрифт. Конечно, то есть вы делаете шрифт, ну, Королл не самая мощная программа для создания шрифтов, но она это делать умеет, и в последних версиях они там ряд досадных ошибок исправили, и да, полноценный шрифт у нас на занятиях. я, собственно, не дизайн шрифтов, а что-то, что-то работало. А именно вот такие вот можно назвать шрифт. На занятиях мы что делаем? У меня там все время достался шрифт в стиле гитарист на тему гитары. Буква сделана из гитаристов, можете представить? Буква А там и так далее. На занятиях слушатели берут эти растровые картинки, они их викторизуют, и из них делают шрифт. Так? Да. То есть и настройка, которая применяется к шрифтам международным сочетаниям? Нет, там попроще, там нет вот этих всяких керлингов, трекингов, там многие вещи по умолчанию задаются, но этот текст вы сможете набирать уже, то есть у вас буквы вылезут все, которые нужны. Я могу просто их перевести в привлечь и как-то попроще. Ну, там их можно как текстом сдвигать, раздвигать обычными средствами, если что-то не так. То есть, в принципе, вы делаете шрифт, но возможно, что там будут какие-то нюансы, которые как средствами текста вы исправите потом. Потому что таблицу керлинга там он делать конечно не умеет, это уже профессиональная программа нужна для этого. Так, линк сравнительный, а я сейчас вот сюда брошу, я сейчас в чат брошу вот этот вот линк. Если по линку будут вопросы, там какие-то замечания, вы там говорите, если кто-то что найдет, мы подправим там, я подправлю, если что. Так, ну все на сегодня тогда. Спасибо, что пришли, молодцы. Надеюсь, что было полезно. И это было не шутка, мы убедились в этом, да? Спасибо. Так что вот, обращайтесь, приходите, в Орл, чтобы помочь нам. Вебинар, молодцы, что подключились. Если есть вопросы, задавайте. Удачи, до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.